Руководитель органа ТОС-6 Людмила Шмакова подготовила целую папку с пожеланиями анапчан, прикрепленными фотографиями и вестами с подписями. Среди самых горячих вопросов установка на углу улиц Ивана Голубца и Шевченко светофора или ограничивающего скорость знака. Рядом школа, а на злочастном перекрестке часто происходят аварии. Руководитель ТОС-22 Людмила Назаренко предложила разбить сквер на пустыре в районе здания пенсионного фонда и гаражного кооператива. Светлана Яровая рассказала про поручение главы Анапы Сергея Сергеева о том, что в городе появлялось больше зеленых зон. Также она сообщила, что подписано постановление о присвоении участку на улице Лермонтова статуса зеленой зоны. В пятницу у меня подписано постановление о признании целевого назначения участка для озеленения малых архитектурных форм. И сейчас, как только мы поменяем, процедура определенная в кадастровую палату, мы сдаем, меняем данное целевое назначение. Мы закрепим этот участок за муниципальным учреждением, которое будет его ухаживать, сидеть постоянно. Жители 12 микрорайона беспокоят судьба сквера на улице Чехова-2, поделилась председатель домового комитета номер 27 Наталья Ключникова. Светлана Яровая прокомментировала, что этот земельный участок сформирован, и там предлагается сделать сквер, посвященный 80-летию Краснодарского края. А координатор микрорайона Алексеевский Наталья Иванова говорила о дорожном ремонте. Часть улиц микрорайона нуждается в срочном восстановлении тротуарного покрытия. Тротуары. Конечно, многие улицы, но нам самое главное – это станичная, это кримичная, потому что там маршрут входит двойка и семнадцатый. И таежная. Вот эти улицы. Нет тротуаров вообще. Люди ходят по дороге. Подводя итоги встречи, Светлана Яровая заверила, что все озвученные проблемы будут систематизированы, разделены по темам и блокам и доведены до служб города. Их выполнение будет поставлено на контроль. Также Светлана Владимировна подчеркнула, что в ближайшее время вместе с общественниками и представителями ответственных служб побывают в местах, требующих благоустройства, чтобы на месте наметить пути дальнейших действий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова